Здравствуйте! В эфире новости на ТВЛ в студии Ольга Костина и сейчас о главных событиях из жизни города. В конце октября заканчивается прием заявлений на предоставление частичной компенсации школьной формы для детей из многодетных семей. Для предоставления частичной компенсации необходимо обратиться в местный отдел социальной защиты населения и предоставить следующие документы. Паспорт одного из родителей, удостоверение многодетной семьи, выписка из домовой книги, подтверждающая место регистрации ребенка, справка на выплату частичной компенсации стоимости одежды обучающегося из образовательного учреждения, кассовые или товарные чеки, подтверждающие оплату одежды, свидетельство о рождении ребенка и реквизиты для перечисления денежных средств. Напоминаем, 31 октября прием заявлений заканчивается. Еженедельно инспекторами Госадом Технозора проводится проверка порядка и благоустройства в городе. О том, как прошел очередной рейд, смотрите в сюжете Анны Вязгиной и Дмитрия Морозова. Начался рейд с осмотра детских площадок. Из-за ремонта пешеходной дорожки строительная техника едет прямо по игровой территории. Вдоль дорожки наблюдаются навалы грунта. Я, конечно, все понимаю, но знаете, как это организовывается? Вон, тачка-то есть, вон там делается кучка песка, и ребят как раз на тачке аккуратно песочек развозят. То, что они сейчас делают. Лишние 10 метров, но в итоге площадку изуродовали. По улице Советской дорожки рядом с детским городком нуждаются в ремонте. Брусчаточку в порядок приведите на новой площадке. А на этой площадке отсутствуют информационные щиты. Две недели прошло. Ну, и серьезно, я чисто такой... Ребят, вы испытываете терпение. На площадках, которые у всех на глазах, которые каждую неделю делают фотоотчет, две недели не стоит стенд. На улице Советская после благоустройства дворовой территории подрядчики оставили после себя развороченные плиты, арматуру, мусор. Мусор вытащить из угла. Все надо, наверное, поднять, по-нормальному выровнять. Как быстро получится. Также были осмотрены другие территории Электрогорска. В ходе осмотра был выведен ряд замечаний. Замечания касались, в первую очередь, уборки листьев и смета, в том числе и с проезжей части улиц. А также состояния детских игровых площадок. Кроме того, особое внимание было обращено на возникшие вопросы с состоянием подплавовых инженерных сетей. По каждому факту правонарушения будут приняты меры, выданы предписания с кратчайшим сроком исполнения. Следующий рейд инспекторы проведут через неделю. Напоминаем, если вы заметили нарушение чистоты и порядка, обращайтесь в управляющие компании. Ситуация не изменилась? Оставляйте официальные жалобы в Госадмитехнадзор. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С целью профилактики ДТП при осуществлении перевозок опасных грузов. Также осуществляется рейд пешеход. Напоминаем, что в целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма необходимо исключить случаи беспризорного нахождения детей вблизи дорог, в частности, в темное время суток, и активно использовать яркие цвета и световозвращающие элементы в предметах одежды. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Строительство дома по программе переселения из аварийного и ветхого жилья близится к завершению. Подробности в материале коллег. Долгострой на Ленина близится к завершению. Ранее объект был переуступлен компанией Элвиком Стройинвест, которая приступила к строительству этой весной. Дом возводится по программе переселения из ветхого и аварийного жилья по новым технологиям. Здесь, соответственно, каркас дома – это сборный железобетон, то есть это колонны ригельной технологии, пустотные плиты перекрытия. А внешняя стена ограждения – она трехслойная, получается пенобетон, 100 мм базальт-минеральный утеплитель и, соответственно, вентфасад из керамического кирпича. Уже построен конструктив здания, выполнено частичное остекление, начаты работы по кровле. В ближайшее время в доме проведут внутреннюю отделку. Ну, не считая, соответственно, остекление и кровле, это отделочная работа. То есть сейчас выполнена черновая отделка на первом и втором этаже в первом подъезде и на первом этаже во втором подъезде. Вот, соответственно, в ближайший месяц будет закончена полностью черновая отделка и после того, когда будет перекрыта кровля и подано отопление, начнется частовая отделка. Строительство ведется за счет средств федерального муниципального бюджета, а также самого подрядчика. В доме 33 квартиры, из них 18 муниципальных, которые предназначены для переселения людей из ветхого жилья, 15 квартир коммерческих. По окончанию основных работ в местах общего пользования будут установлены датчики движения, металлические радиаторы, появится светодиодное освещение. Также предусмотрена установка общедомовых приборов учета на электроэнергию, теплоснабжение и водоотведение. Книга для каждого из нас играет определенную роль. Для кого-то это источник информации, а для других способ погрузиться в мир размышлений и отвлечься от забот. В городской библиотеке имеются редкие и ценные здания, к которым сотрудники относятся особо трепетно. Тему продолжит Анна Шевалина. Иногда домашняя библиотека может стать не только поводом для гордости, но и хранилищем сокровищ, о которых ее владелец даже не подозревает. Книга, на которую вы привыкли не обращать внимания, при ближайшем рассмотрении может оказаться настоящим раритетом. Но такие сокровища никогда не пропустят из виду сотрудники библиотеки. Именно по их внимательности в городской библиотеке были обнаружены и хранятся старейшие книги. В 1922 году в далеком поселке Электропередача именно здесь, на Комитетской площади, был построен народный дом. И при нем была организована библиотека с читальным залом на 15 мест. Но мало получить помещение для библиотеки, нужно было создать фонд. И вот первые книги в эту библиотеку были предоставлены из личных библиотек инженеров, которые строили станцию в поселке Электропередача. Это книги из личных библиотек Роберта Классона, Радченко, Винтера. Тогда библиотека начала свою работу именно с этих книг. Сейчас они имеют статус «Книжные памятники Подмосковья». Возраст литературы 100 и более лет. Таких раритетных книг 19 из почти 30 тысяч экземпляров, имеющихся в учреждении. Самые старшие из этих книг – это вот несколько томов из полного собрания сочинения Шекспира. Верхний том 1902 года выпуска, издание Брагауза и Эфрона, издательство «Санкт-Петербург». Помимо художественной литературы Шекспира, Пушкина, Эдгара По, есть и энциклопедическая. Эта книга была напечатана в 1914 году. Еще вот такой шрифт с ятями, буква «И» другого написания. И здесь идут энциклопедические данные и с вот такими иллюстрациями гравюрного типа. В библиотеке имеются также книги, которые приближаются к столетнему возрасту. К ним также относятся трепетно. Помимо этого, ценами считаются и эксклюзивные книги. Вот, например, книжка «Без переплета», посвященная русскому орнаменту различных веков. А это самое толстое о Ватикане. Есть и альбом о живописи художника Арчимбольда. Она эксклюзивна тем, что эта книга выполнена полностью вручную. Это бумага ручной работы, бумага ручной обрезки, гравюрного, опять же, плана. То есть это вот все приклеено, вот, иллюстрация бумага ручной обрезки. Вот, если посмотреть сбоку, то вот видите, она махровенькая такая, вот, потому что это обрезалось вручную специальным ножом. Идет описание, это все на русском языке, описание, значит, картин и картины самого художника. Таких книг всего 500 экземпляров. В библиотеке находится 277-я. Взглянуть на раритет и почитать можно только в читальном зале. Кстати, в следующем году городской библиотеке исполнится 95 лет. Двери учреждения открыты для всех. Не упустите возможность прикоснуться к великому. Анна Шевалина, Дмитрий Морозов, Михаил Шмирев, ТВЛ. День учителя отметили в Доме культуры в прошедшую пятницу. Подробности в нашем сюжете. 5 октября в России отметили День учителя. Эта дата выбрана не случайно. Ее установили в Российской Федерации после того, как в 1994 году ЮНЕСКО учредило 5 октября в качестве Всемирного дня учителя. В Электрогорске праздник отметили в Доме культуры. В зале собрались педагоги образовательных учреждений. От всей души желаю, чтобы ваши ученики и воспитанники радовали вас с твоим стремлением, знанием и уважением. Желаю, чтобы ваш труд, один из самых благородных и нужных на земле, приносил вам радость и удовольствие. Здоровье, благополучие, счастье и отличное настроение. Педагогам вручили благодарности и грамоты за их труд. А ушедшего на пенсию учителя физкультуры, ветерана педагогического труда Виктора Сергеевича Баранова поздравили с прошедшим юбилеем. В завершении праздника в качестве подарка для учителей выступил Ногинский театр драмы и комедии со своим спектаклем «Гипнотизер». Все о спортивных мероприятиях в Электрогорске смотрите в рубрике «Спорт». 8-9 октября прошли матчи первенства Павлопосадского района по футболу среди мужских команд. «Юнион» одержал победу над «Дюзш». Счет 1-0. Встреча футболистов команды «Колапа» и «Филимонова» закончилась в ничью. Матч «Ленкома» и «Неофарма» тоже закончился в ничью. Счет 3-3. 7 октября в Ногинске прошел турнир по греко-римской борьбе на призы президента Федерации греко-римской борьбы Ногинского муниципального района Азамата Камбегова. Электрогорские борцы приняли в нем участие. Первые места заняли Тимофей Чучков, Александр Панькин. Вторые привезли Максим Орлов, Марк Кругляков. Третье место взяли Михаил Вождяев, Максим Скороходов, Эдуард Скочик, Иван Казаков, Александр Блиников. А я с вами прощаюсь и напоминаю, что все наши новости доступны в интернете. Хороших выходных и до встречи на ТВЛ. Субтитры создавал DimaTorzok